Здравствуйте! Вы смотрите «Новости русского мира». В студии работает Любовь Курьянова. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Языковой вкус эпохи – итоги Костомаровского форума. О дружбе России и Африки рассказали в Москве. Кинофорум «Золотой Витязь» встретил юбилей в Севастополе. А теперь более подробно об этих и других новостях. Труды этого академика уважают русисты всего мира. Именно он разработал особую методику изучения русского языка для иностранцев и открыл новые научные направления. В память о достижениях Виталия Костомарова впервые прошел тематический форум, который объединил десятки тысяч единомышленников. Ученые, писатели, журналисты, а также все те, кто любит и изучают русский язык, на протяжении недели активно следили за увлекательными лекциями и дискуссиями первого Костомаровского форума. Нужен ли цифровой этикет общения между машиной и человеком? Как бизнес и власть трансформируют современный русский язык? Выяснили на Совете экспертов. Дело в том, что ботостроительство сейчас достигло такого уровня развития, что в текстовом канале, в тексте бот может успешно маскироваться человеком. Вот здесь пример бота, который отвечает в высшей школе экономики в отделе юридическом на вопросы о документах, о выдаче дипломах формальных. В принципе, его можно выдать за оператора. То есть собеседнику трудно определить, говорит ли он с роботом или с человеком, особенно если он не ожидает на этом месте, на месте юриста, увидеть робота. Насыщенную программу для участников форума разработал Государственный институт русского языка имени Пушкина. В прошлом году основателю и первому ректору института Виталию Григорьевичу Костомарову исполнилось 90 лет. Почтить память выдающегося филолога и вспомнить о главных заслугах решили с помощью тематического форума. Год назад чуть более Виталий Григорьевич ушел от нас на 91-м году жизни и осталось колоссальное количество его работ, его учеников, его мыслей, с которыми он щедро делился с нами. И мы действительно, несмотря на то, что год прошел, не можем поверить и принять ситуацию, что Виталия Григорьевича с нами нет. И по этому форуму как-то очень естественно родилась эта идея, дата памяти Виталия Григорьевича 26 марта, но мы начали вот в конец мая, понимая, что эти дни, они очень знаковые и символичные. Это дни славянской письменности, это день филолога, это канун дня рождения Александра Сергеевича Пушкина и государственного праздника Дня русского языка. Имя Виталия Костомарова действительно стало знаковым в отечественной истории. Он, как ученый, много работал с иностранцами. Сначала был переводчиком, позже сам учил языку. Костомаров разработал уникальную методику. Он старался учить общению, но прежде всего знакомил иностранцев с русской культурой. Так Виталий Григорьевич одним из первых начал работу над таким научным направлением, как лингва страноведения. Если он еще водил автомобиль с деревянными педалями, если он практически в 90 лет мог промчаться по Москве на мотоцикле, Вы представляете, какой это энергетики этот человек. Он невероятно скромный, невероятно достойный. И очень трудно, вы знаете, подбирать слова, говорить о прошлом времени. Я так думаю, не только учебники Костомарова, не только лекции Костомарова, а вот этот образ человека, универсального человека, универсальной культуры, он вместе с нами. Интересовались первым Костомаровским форумом не только жители России, но и зарубежья. Проблемы русского языка привлекли пользователей более чем из ста стран. Все лекции, банальные дискуссии и главные темы форума доступны и сейчас. Ознакомиться с ними и пересмотреть записи прямых эфиров с экспертами можно на официальном сайте. Костомаровфорум.ру Традиционно в конце мая весь мир отмечает День Африки. Этот праздник символизирует свободу и процветание континента. Дружественные государства также проводят в этот день яркие фестивали и торжества. О многолетнем союзе России и Африки рассказали и в Москве. Отношения этих двух государств славятся давней историей. Еще в середине 20 века Советский Союз оказывал особую помощь африканским странам и даже защищал интересы континента в международных организациях. Такое сотрудничество между Россией и Африкой сохранилось и по сей день. Одним из новых дипломатических проектов стало создание общества дружбы России и Танзании. Его презентация состоялась в рамках празднования Дня Африки в Москве. Я действительно думаю, что сегодняшнее наше собрание является очень символическим и знаковым, потому что оно закладывает достаточно, на мой взгляд, долговременные отношения, связанные с празднованием Дня Африки. Общество дружбы станет международной платформой. Его участники будут знакомиться с культурой государств, историей и устоявшимися традициями. Жители Танзании, молодые абитуриенты и студенты также смогут изучать русский язык. Потребность в таком культурном обмене действительно есть, и уже сейчас многие соотечественники работают во благо сближения языковых культур. Например, лингвист Ярослав Гудкартс уже много лет занимается переводами с редкого восточноафриканского языка тигринья. Заказы прямые не поступают, но это необходимо. У нас крупный с вами язык, русский. Было бы странно, если бы у нас не было переводов в тигринскую литературу, которых до недавнего времени не было. Теперь я перевел пока самое известное тигринское произведение, это «Ворка Ха. История одной девушки». В оригинале оно, собственно, называется «Ворка Ха». История одной девушки я добавил. И пока я не собираюсь переводить других произведений. Я думаю, читатель вкусит сначала это, а потом посмотрим, как пойдет. Известно, что одним из первых проектов Общества дружбы России и Танзании станет решение экологических проблем, а также создание площадок для бизнесменов и предпринимателей. В городе Герои Севастополя прошел 30-й юбилейный кинофорум «Золотой Витязь». В этот раз в конкурсном показе приняли участие более 200 кинокартин. Всех гостей ждала насыщенная культурная программа. Участники с 25 стран мира вышли в финал международного кинофорума «Золотой Витязь». Игровые, документальные, анимационные, короткометражные и студенческие фильмы соревновались между собой за звание лучшего духовно-нравственного кино. «Золотой Витязь» – один из старейших кинофорумов России. В этом году ему исполняется 30 лет. За все время работы организаторам форума удалось найти и рассказать о многих талантливых отечественных режиссерах и лучших кинематографистах. На нашем форуме, на первом форуме, мы учредили награду, безымянную тогда, за выдающийся вклад в кинематограф. Эта награда носит имя Сергея Булдорчука «Золотая медаль» за выдающийся вклад в кинематограф. Мы ее очень ценим и бережем, и не даем просто так. Сегодня я очень рад, что эту награду заслуженно получает актер, который никогда не отступался от лица, был собою обаятельным, красивым русским артистом. В честь юбилейного открытия кинофорума в Севастополе известные народные артисты России и кинорежиссеры приняли участие в особом символическом мероприятии. В парке Анны Ахматовой на звездной аллее международного кинофорума «Золотой Витязь» они посадили именные саженцы грушевых деревьев, которые были выведены специально к юбилею в Никитском ботаническом саду. Стали известны имена лучших чтецов конкурса «Живая классика». Финалисты со всей России выступили на сцене знаменитого детского центра «Артек». Оценивали ребят народные артисты, а также преподаватели актерского и литературного мастерства. Уже 10 лет фонд «Живая классика» проводит одноименный конкурс юных чтецов, который направлен на популяризацию литературы и русского языка среди детей и подростков. Проект пользуется большим успехом, и в этом году участие в нем приняли около 2 миллионов школьников. 10-й юбилейный сезон «Живой классики» в этот раз прошел в Международном детском центре «Артек». 15 финалистов выступили на знаменитой «Артек-арене». Их исполнение оценили звездные жюри. Победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк, программный директор детского радио Виктор Привороцкий, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова и другие. «Чем больше они будут пристегать, просто листать книжки и учить прекрасных наших авторов и Чехова, и Толстова, и Шекспира читать. Хотя будет интереснее. Они будут интереснее просто сам по себе. Это видно сразу по глазам. Образовывающие люди, сразу видно. Победителями конкурса стали пять лучших чтецов. Алина Сафронова, София Сеченава, Максим Тамбовцев, Акулина Павлова и Милена Королева. Каждый из ребят сможет выступить вместе с профессиональными артистами на суперфинале конкурса «Живая классика», который пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Поэзия и живая музыка. Таким творческим тандемом насладились гости музыкально-поэтического концерта «Ритмы сердца по-другому». Поэтесса Любава Трофимова поделилась со зрителями собственным взглядом на главные жизненные ценности и философию. Ее поэзия во многом автобиографична. В строках читаются личные переживания и отношения к повседневной жизни. Однако в стихотворениях Любавы Трофимовой каждый сможет найти и собственное отражение. Ведь говорит поэтесса о вечных человеческих ценностях. Я начала стихи писать, когда мне было 10 лет. И не сказать, что по потребности это просто льется из души, и это надо записывать. Если что-то дается, значит, это не просто так. Но выступать и транслировать свое творчество я начала два года назад, только в мае 2019 года. Уже, кстати, ровно два года мы отметили с того момента, как я вышла на сцену. Авторский музыкально-поэтический вечер «Ритмы сердца по-другому» сочетал в себе живую музыку и чувственные философские размышления о жизни. В таком формате Любава Трофимова выступает уже не первый раз. Как признается поэтесса, именно такое общение со зрителями вызывает особый интерес. У нас три музыканта. Раньше выступала только с гитаристом, а сейчас мы выступаем четвером. Бас, барабаны и электрогитара. И это все звучит очень в таком, даже в некотором роке. То есть мы сейчас стали похожи больше на рок, потому что стихи такие, определенная смысловая нагрузка. В этих текстах сосредоточен определенный смысл, который поймет каждый человек. И каждый человек, когда он слушает это, он под своей ситуацией это подставляет и воспринимает, может быть, свою жизнь даже как-то под новым углом. Неординарный и чувственный тандем живой поэзии и музыки превратился на сцене в настоящий спектакль. А глубокая философия произведений наделила всех зрителей особой гармонией. О самых интересных событиях жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания.